Допустим, вот эти пузыри, так скажем, объекты нашего внимания. Здесь у нас радости, горечи, печали, достижения, потери. Это все просто есть в нашем поле, мы это все просто наблюдаем. Пузыри могут быть большие, могут быть маленькие. Соответственно, нечто для нас более важно, а нечто менее важно. Если человек просто пускает на самотек свои мысли, свое внимание, у него всплывает то, что для него наиболее важно сейчас, самый большой пузырь. Все остальное как бы уходит и не попадает в поле внимания. Если у человека случилась какая-то беда, то для него перестает существовать совершенно все вокруг, только эта беда. Если случается какая-то радость, то, соответственно, остается только радость. Потом, постепенно, со временем, этот пузырь издувается, уменьшается, важность пропадает, он становится привычным, вещь становится привычным. И на передний план выходят новые вещи, новые объекты внимания. Именно поэтому у большинства людей случаются периоды черные и белые, светлые полосы жизни и темные, радость и печаль. Все дело в том, что когда человек видит счастье, он наполняется счастьем, он излучает счастье. И, соответственно, все в мире вокруг начинает вытягиваться такое, каким является его излучение. Если человек видит печаль, он излучает печаль, вокруг него выстраиваются события печали. Его внимание фиксирует только печаль, только то, что ему не нравится, только то, что причиняет ему бой. Это как будто пространство пузырей, мы фокусируем внимание на один пузырь, потом перемещаем свое внимание на другой пузырь, и все наше пространство пузырей сдвигается так, чтобы новый пузырь был в центре. А вокруг этого пузыря организуются пузыри, схожие по характеристикам, и чем дальше пузыри, тем они менее схожи и тем они менее заметны. Поэтому, если человек осознанно берет свое внимание в себя в свои руки и направляет свое внимание, допустим, вот с этой стороны у нас будет радость, с этой стороны печаль, он направляет свое внимание на радость, он начинает резонировать с пузырем радости, пузырь начинает увеличиваться, и все пространство пузырей сдвигается. Теперь у нас новый пузырь в центре, у нас уже недоступны те пузыри, которые были со стороны печали, но доступны новые пузыри со стороны радости. Теперь человек может снова переместить свой фокус внимания на новый пузырь, который открылся ему только сейчас, и снова перемещать все пространство в пузыри, так, чтобы новый пузырь, новый объект внимания стал в центре. И так до бесконечности мы можем сдвигать пространство, так мы можем из состояния печали за некоторые промежутые времени перейти в состояние тотального счастья. Однако есть еще одна вещь, которая мешает делать это легко и быстро. Дело в том, что у нас иногда появляются особые пузыри. Это наши нереализованные потенциалы, то, что мы хотели сделать, но не сделали, то, что по каким-то причинам, чаще всего это страх или боль или непринятие, мы отказались себе, мы хотели это сделать, но мы не сделали. И эти пузыри, эти объекты внимания требуют нашего внимания, они никуда не идут. Они сдерживают наше поле, наше пространство от того, чтобы сдвинуться. Они не пускают рамки нашего восприятия. И наше внимание автоматически перемещается на этот пузырь и он перемещается в центр. Мы видим только этот пузырь. То, что мы не смогли проявить, не захотели проявить, то, что мы побоялись проявить. И здесь бессмысленно бежать от этого. Здесь достаточно просто поймать его, этот пузырь, понять его, принять и реализовать его. Тогда он тает, он расстреляется, он рассыпается, он лопается. Но для того, чтобы найти эти пузыри, нужно двигаться. Для этого нужно сдвигать свое поле восприятия. Так просто, это может быть любой пузырь где-нибудь в нашем поле, где угодно, он может быть незаметным. Но когда мы начинаем сдвигать свое поле, лучше его сдвигать в сторону счастья, конечно же. То наш край восприятия упирается в этот пузырь, в этот объект восприятия, объект внимания. И мы видим то, что нам мешает. Так мы разрешаем себе двигаться, так мы производим действие. Так мы видим, что вот ага, нас дальше не пускает запрет себе танцевать в общественных местах. Этот пузырь приходит в центр, мы видим, мы запрещаем себе танцевать в общественных местах. Мы хотим танцевать в общественных местах. Идем и танцуем. Пузырь лопается. Двигаемся дальше в сторону счастья. Как я уже сказал, человек либо излучает себя, хотя он в любом случае излучает. Но в этом случае он излучает то, что он хочет, свое естественное. В другом случае он ведется на то, что происходит вокруг. Он становится зависимым от того, что происходит вокруг. И происходит интересная ситуация. С одной стороны, человек зависим, допустим, случилась у него неприятность. И он переживает по этому поводу. С другой стороны, он излучает свои переживания, и соответственно, в его реальности реализуется все больше и больше переживаний. Либо человек чувствует в себе радость, чувствует в себе гармонию, чувствует себя естественной, чувствует свое естество. А свое естество – это всегда торжество, всегда радость, всегда жажда подарить, всегда жажда проявить, жажда творчества. Вот если человек чувствует себя сфокусирован на себе, сфокусирован на своем естестве, вокруг все наполняется этим естеством, этой живостью, этой энергией, человек начинает привлекать к себе реализацию себя, свое проявление, реализацию своего творчества, мечты начинают сбываться, желания начинают сбываться. Самый первый шаг, самый тяжелый шаг – начать изучать. Когда мы читаем интернет, когда мы кликаем лайки, когда мы смотрим, что там наши друзья отправили сегодня, минуту назад, мы воспринимаем, мы работаем как приемники, мы ведемся на внешний мир. когда мы читаем газеты, смотрим телевизор, слушаем окружающих, переживаем, сплетничаем, мы ведемся на внешний мир. Самый простой шаг для открытия в себе, для напоминания себе того, что мы можем проить, мы можем изучать, будет маленький, но очень эффективный приемчик. Мы берем бумагу или текстовый файл, кому как удобно, и записываем то, что мы хотим. Допустим, я хочу проявлять свое творчество, я хочу совершенно свободно танцевать на людях, я хочу дарить себя легко, свободно. Здесь важно не допускать отрицаний, писать все утвердительно. После того, как вы напишите свои основные желания, яркие желания, замените «я хочу» на «уже», «я танцую», «я проявляю себя», «я творю», оставьте. Следующим утром, когда проснетесь, прочтите это все дело. Вы уже утром зарядитесь той радостью, которую вы испытывали, когда писали. Дальше, вечером этого дня, если вам пришли новые идеи, что вы снова хотите, запишите их снова, если вам пришли новые понимания, допустим, я осознал, что можно легко творить, что все свободно, все пути открыты, запишите это и следующим утром снова прочтите. Так ведите свой дневник, желание и дневник в состояние. Это позволит вам утром, когда вы обнулились после сна, как бы загрузить себя в свое сознание все самое лучшее, что осталось с прошлого дня, записанное. Постепенно отфильтровывайте из текста то, что с вами больше не дезонирует, то, что вам уже не нравится, то, что, так скажем, уже не актуально. И так продолжайте вести, 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 наполнять все новыми и новыми идеями, новыми переживаниями этот текст. Постепенно этот текст станет ярким, насыщенным, он будет четко проявлять вашу суть. И каждое утро, когда вы будете читать этот текст, это будет ваша молитва, это будет ваша манифестация, ваше обращение к вселенной, к миру, и это начнет проявляться. Ваш резонанс, ваше поле начнет сдвигаться в сторону вашего внимания. Так изо дня в день всего лишь тратят минут 30 утром, не 30 вечером, вы начнете расти не то, что по месяцам, по годам, по неделям, по дням, это будет замечательное путешествие в себе, к новому проявлению себя. Второй приемчик тоже очень полезный, это завести себе игрушку, завести себе законный предмет и говорить с ним, изливать на него все свои желания. Работает это уже потому, что мы манифестируем и проявляем, мы говорим с ним, мы дарим этому предмету, мы общаемся как бы со всем мирозданием, со всей вселенной через этот предмет. Кроме того, этот предмет, если он лежит на видном месте, если он каждое утро попадается на глаза, напоминает нам, вы говорите сомнение. Вот, например, у меня есть камушек. Допустим, утром я просыпаюсь, беру где-то камешек и говорю мне. Доброе утро, камешек. Ты такой классный, ты такой красивый. Ты прожил миллионы лет. ты повидал смену эпох, смену цивилизации. Ты наполнен силой земли. Как здорово, что ты у меня есть. Я тебя люблю. А знаешь камушек, мне бы хотелось научиться творить, играть музыку. мне бы хотелось, чтобы меня окружали интересные люди, с которыми мне было бы интересно общаться, с которыми мы бы вместе развивались. Было бы здорово иметь все необходимое для моего творчества. Приобрести новую камеру, осветить, осветительные приборы, чтобы у меня в друзьях всегда были доступны классные операторы. Например, такие же классные, как сейчас снимают меня. Чтобы я проявлялся ярко, я проявляюсь ярко, я уже проявляюсь ярко. Спасибо тебе, камушек, за то, что ты меня выслышал. Спасибо тебе. До вечера. Так, общаясь с предметом, это может быть любой предмет. Может даже пистолет, может ярко из горошка, что угодно. Мы как бы намагничиваем этот предмет, мы общаемся со вселенной через этот предмет. И постепенно наши желания начинают прорастать. Вот эти два простых упражнения постепенно выведут нас из состояния хронического радиоприемника, из состояния хронического радиопередатчика, который будет сиять своими желаниями, сиять своим уникальным мирозданием, своим уникальностью, своим естеством, своим желанием. И это начнет прорастать в реальном мире. В реальном мире одеваться просто нет. Ну и конечно же двигаться. Если просто мечтать, ничего не случится. Просто проявляться. Если есть какое-то желание, то пробовать делать. Идти вперед. Все необходимое силы, знания, уверенность себе. Даже помощь свыше будет вас ждать на пути, когда вы будете идти тому, что вы хотите, когда вы будете достигать того, что хотите. Идите туда, двигайтесь. Нарезуйтесь. Вогите. Дорожестовуйте. Празднуйте свою жизнь. Заявляйтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»